Давайте познакомимся. Меня зовут Настя, и я руководитель QA-отдела в питерском офисе компании Naveo. А это моя коллега Тая. Всем привет, меня зовут Тая. Я, собственно, отвечаю за все тестирование в United Traders. В рамках нашего сегодняшнего доклада мы хотим рассказать вам, что же все-таки такое база знаний, зачем она нужна, и в какой момент она на самом деле возникает, даже если вы еще не начали ее оформлять в каком-то более или менее структурированном виде. В том числе мы поговорим про то, что делать, если у вас есть информация, но вы не понимаете, как именно эту информацию структурировать, какие вообще есть варианты. Сейчас Настя начнет все-таки с того, что такое база знаний. Мы договоримся о том, что в рамках нашего доклада этот термин значит, но если вдруг у вас в голове есть какое-то другое определение, мы с удовольствием с вами подискутируем после доклада. Спасибо. Что ж, давайте начинать. Что такое база знаний? Поднимите руки те, кто, возможно, сталкивался с этим, имеют примерное представление, что это. О, отлично, достаточно много. В нашем понимании база знаний — это, собственно, во-первых, единый источник информации, место, где сохранены все какие-то нужные либо ссылки, либо кусочки информации, которые могут пригодиться в компании. Наверное, некоторые сталкивались с ситуацией, когда часть информации расположена в вики-проекта, другая часть где-то в документах компании, другая еще где-то. Вот база знаний — это некоторый инструмент, который позволяет такого разбиения избежать. Также база знаний — это место для сохранения опыта. Слово «сохранение» в кавычках, потому что, конечно, опыт в первую очередь сохраняется у нас в голове и в наших навыках. Но в базе знаний можно как-то этот опыт отразить, сделать гиперссылки якоря, благодаря которым потом это можно вспомнить и передать другим. Кроме того, база знаний — это место, где хранятся популярные ответы на частые вопросы. То есть если в компанию приходит новый человек, разумеется, ему хочется узнать про все. База знаний позволяет дать ему, если не все, то максимум ответов сразу. И, конечно же, база знаний — это место, которое служит унификацией получения знаний. То есть если необходимо проводить какое-то обучение или преподносить новую информацию, велика вероятность, что она будет доноситься по-разному, если она нигде не зафиксирована. Так вот, база знаний позволяет как раз-таки создать некоторый roadmap, по которому люди будут идти в процессе своего обучения. А зачем же нужна база знаний? Ну, собственно, с одной стороны мы поговорили это все в рамках определения. С другой стороны, мы всегда, когда говорим о каком-то опыте, мы говорим о опыте конкретных людей, конкретных команд, либо конкретных компаний. И далеко не всегда в базу знаний попадает тот опыт, который неприменим к вашей компании, либо команде. Кроме того, базу знаний очень часто можно использовать именно как место, в котором хранятся ссылки на все необходимые для вас ресурсы. Это могут быть внешние ресурсы, могут быть внутренние ресурсы. В случае, если у вас есть отдельные зоны, где хранится информация по проектам, вы можете хранить в базе знаний ссылки как раз-таки с соответствующим разделением. Кроме того, можно более четко показывать, какие именно сферы работы есть в компании, либо внутри отдела тестирования, и показывать, какие из этих сфер являются более востребованными сейчас, какие являются менее востребованными. Это нужно в том числе для того, чтобы те люди, с которыми вы работаете, понимали, в какую сторону им вообще развиваться и какие навыки им подтягивать. Как Настя уже сказала, в какой-то степени обучение становится стандартизированным. В тот момент, когда в базе знаний появляются конкретные пункты, и мы видим, какие именно моменты нужны специалисту для того, чтобы перейти с одного грейда на другой, в этот момент специалисты действительно начинают лучше ориентироваться в том, что вообще происходит внутри самой компании и внутри отдела. Кроме всего вышесказанного, есть еще момент адаптации, и когда мы говорим про новых специалистов, будь это тестировщик или будь это любой другой специалист, который приходит в вашу команду, например, когда мы говорим о проекте, ему все равно нужна информация на входе. И вся эта информация, если она есть в базе знаний, то он ее получает гораздо быстрее, чем при передаче, например, один на один. Да, следующие пункты логично вытекают из предыдущих. Во-первых, всегда можно составить карту умений сотрудников, и гораздо проще разработать внутреннюю систему грейдов, если есть какой-то ориентир. Например, вы просите кого-то из команды расписать в базе знаний тему про использование такого-то инструмента, любого инструмента для нагрузочного тестирования, и обнаруживаете, что никто в отделе не может это сделать. Отлично, значит, этот навык проседает, и если приходит человек, который может поддержать все темы, которые указаны, плюс, например, внести что-то новое, значит, вероятно, его уровень владения, скажем, технологией, навыком или так далее выше, чем других. Можно, исходя из этого, формировать какие-то грейды. Также можно собирать метрики, ну, это вытекает плавно из грейдов. Собственно, если есть какое-то информационное пространство, с которым можно работать, то формировать формальные критерии станет проще. Кроме того, при создании базы знаний мы можем упорядочить свои знания. То есть, когда, например, в нашей компании база знаний только начиналась, этим занималась только я как доброволец, и это очень помогло понять, чего действительно не хватает. Ну, возьмем тот же пример с нагрузочным тестированием. И такой момент, я бы сказала, несколько субъективный, но мне кажется, он работает. Некоторое повышение престижности компании в глазах соискателей за счет knowledge management. Ну, вот если так подумать, когда человек выбирает между прочих равных вариантов, но в одном знания совершенно не структурированы, все изучается на практике, на опыте, а в другой есть какая-то система хранения и пополнения информации, то, наверное, это приведет соискателя к выводам, что в этой компании можно расти, можно получать новые знания, и есть какая-то определенность, то есть понятнее, куда именно расти, в какую сторону. Давайте подумаем о том, чем же все-таки можно наполнять базу знаний. Это могут быть вполне конкретные источники информации, это могут быть книги, это могут быть какие-то статьи, это могут быть какие-то тренинги, это могут быть ссылки на, например, другие базы знаний внешние. Давайте все-таки честно смотреть на то, что мы делаем. Мы очень часто все пользуемся как гуглом, так и какими-то другими специализированными ресурсами куашными. Если мы дадим на них ссылки в базе знаний, то, по крайней мере, мы будем знать, что наши коллеги используют их, а не пытаются использовать то, что было скопировано откуда-то. Кроме этого, да, можно использовать базу знаний для хранения каких-либо чек-листов, либо чит-листов. Можно использовать для того, чтобы давать информацию о каких-то инструментах, и можно просто давать ссылки на внутренние ресурсы. В конце концов, кроме базы знаний, очень часто у нас есть какие-то сервера, на которые мы выкладываем файлы, либо просто какие-то внутренние площадки. И можно фиксировать тот опыт, который мы получаем в процессе работы. этот опыт далеко не всегда может быть полезен окружающим, но в любом случае, когда мы начинаем структурировать информацию для того, чтобы ее выложить в базу знаний, мы, по крайней мере, еще больше разбираемся в том, что именно мы выкладываем. Отлично. Мы разобрались, что такая база знаний, мы разобрались, зачем она нужна, и что можно в нее положить. Хорошо. Когда все это понятно, надо решить, где же эту базу знаний создать. Итак, где она может храниться? Первое, что приходит в голову, довольно часто используются атласиновские продукты, поэтому конфлюенс. Там достаточно удобная система организации пространств, страниц, чуть дальше будет пример. Почему нет? Второй вариант — вики-подобные платформы. То есть, насколько я понимаю, Википедия как раз-таки организована на такой платформе, и можно в сети найти кучу других разных вики. Вот почему бы не создать вики своей компании? Удобная навигация и хранение разной информации. Это могут быть банальные Google документы. То есть тут нужно помнить, что платформа для создания базы знаний — это в первую очередь инструмент, заточенный под ваши нужды. И если вам удобнее это хранить в Google таблицах или в Google документах, в Google презентациях, но почему нет? Главное, чтобы был удобный доступ и понятная навигация. Это могут быть также файлы в папке внутренней локальной сети. Относится к компаниям, у которых по каким-то причинам ограничен доступ во внешнюю сеть, возможно, для каких-то финансовых, финтеховских, банковских компаний. Там, да, государственных компаний в том числе, там часто бывают некоторые ограничения в доступе. Это может быть система контроля версий. Почему нет? Плюсы удобны для разработчиков. Понятно, как с этим работать. GitHub, GitLab, Mercurial, что угодно. Кроме того, здесь, собственно, как и в Google документах, либо в Confluence, достаточно прозрачно отслеживаются изменения, которые были внесены. И если новенький человек написал что-то спорное, например, и вам бы не хотелось, чтобы это было в постоянном доступе, то всегда можно сделать реверс коммита и все. Можно хранить знания в таск-трекерах. Ну, например, вики-проекта в RedMine, который я уже поминала, либо Jira, либо Trello. В принципе, достаточно понятная и простая организация. Одну карточку задачи можно использовать как одну тему и в комментарии под ней накидывать. То есть все ограничивается нашей фантазией. Это может быть софтный сервер для документации. Так долгое время была организована в нашей компании. В нашей компании отдельная платформа на своем сервере с конкретно внутренними регламентами. Насколько я знаю, многие компании прибегают к такой практике. Это может быть также какая-то CRM с функциями хранилища знаний. То есть именно клиентская фронтовая часть, она предоставляется сотрудникам компании, они могут ей пользоваться. А администратор имеет доступ в админ-панель и может заполнять ее как-то. Ну и, собственно, вариантов еще куча. Выбрать можно то, что удобно конкретно вашей компании, то, что подходит под требования. И помнить, что платформа – это просто инструмент. Главное, чтобы она была удобная. Хорошо. Мы выбрали наполнение, поняли, зачем это нужно, выбрали платформу. Как будем структурировать информацию? Способов на самом деле много. Главное выбрать, опять же, те критерии, которые подходят конкретно вам и которые обеспечат максимально… Не люблю это слово, но хочется его здесь упомянуть, интуитивную навигацию. Итак, что можно? Можно, ну, первое, что приходит в голову – по темам. Одна тема – это какой-то один раздел, один кусочек информации. Из плюсов все максимально прозрачно и понятно. Из минусов, когда становится очень много тем, становится очень сложно в них как-то разбираться. То есть это превращается в огромную простыню. Приходится их как-то еще упорядочивать. Тут приходят другие уровни. Например, по уровню подготовки слушателей. То есть это темы для людей без опыта, которым нужно объяснять какие-то самые базовые вещи, с небольшим опытом, с большим опытом, и эксперты, у которых опыт совершенно огромный, и удивить их можно только чем-то совершенно необычным, например, если речь идет о тренингах. Кроме того, можно структурировать знания по формальности либо неформальности. То есть формальные – это какие-то регламенты, это какие-то нормативные документы, особенно актуально для упомянутых государственных компаний и финтехаха. Ну и неформальность – это примеры из практики, допустим, какие-то записи а-ля блог, потому что все мы знаем, что есть прекрасные специалисты, которые ведут блоги, но они не описывают там все это каким-то канцелярским языком, а пишут по-человечески. Также по хард-софт-скилловости. Да, к счастью, в последнее время в IT набирает очень большую популярность тема софт-скиллов, и, соответственно, на мой взгляд, темы базы знаний могут быть не только про какие-то инструменты и способы работы с технологиями, но и про то, как работать с людьми, как с ними общаться, как искать подходы. Почему нет? Хорошо. Как еще можно? По теории, практике, ну, то есть это просто какая-то теоретическая часть, вроде техник, тест, дизайн, видов тестирования, уровней тестирования, и непосредственно инструментов, которые либо перекликаются с этой практикой, то есть можно какое-то соответствие подбирать, либо просто они есть, там компании их используют, и все так. Также можно делить по делам, проектам и командам. Например, в базе знаний нашей компании существует пространство для разных отделов, PM, QA, JS, PHP и так далее, вот, ну и пространство по проектам. Понятно, что информация там будет храниться несколько разная, но ориентироваться проще. По области работы, ну, это то, что я уже упомянула, например, там, для тестирования, для разработки, для менеджмента, для аналитиков. По виду представленной информации, ну, опять же, это, как знаете, говорят, хороший тон там в Телеграме, не писать аудиосообщения, потому что в них сложно ориентироваться. Вот в базе знаний, если есть видео либо подкасты, в них тоже может быть сложно ориентироваться, поэтому будет классно, если там у сотрудников будет возможность понять, что, какую информацию им сейчас предстоит перенять, визуальную, аудиальную или просто прочитать. Это также может быть обязательность либо необязательность изучения. Ну, то есть вот эти вот регламенты, например, приходящие в нашу компанию, человек должен прочитать обязательно, вот просто кровь из носу, а эти нет, ну, если есть свободное время, читайте, если есть желание, если нет, то на вашу работу это непосредственно не повлияет. И так далее. Опять же, вариантов очень много, критерий зависит от конкретной компании. Здесь были представлены лишь варианты того, как можно структурировать. Главное, чтобы эта структуризация была, потому что иначе база знаний не будет исполнять свои основные функции вот этого вот упорядоченного хранилища. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как может вообще выглядеть база знаний, а то я так обещаю, обещаю пример. Вот, например, база знаний, QA-пространство в моей компании. Здесь вы можете видеть страницы и блог. Блог — это пространство, где каждый может высказаться, что-то сказать. Есть быстрые ссылки, например, на книги по тестированию какие-то. И вот дерево страниц. Самые основные темы, обязательные, выделенные отдельно. Менее обязательные, полезные в других случаях. Пожалуйста, вот так. Каждый раздел, который обозначен галочкой, разворачивается еще на несколько подразделов. Довольно известный сайт, наверное, многие с ним сталкивались. Это Testbase, сайт Ольги Назиной, Ольги Киселевой. Здесь тоже можно. Вот начальный уровень для прокачки, уже углубление. И в хедере вы можете видеть тоже, соответственно, по темам некоторое разбиение. Здорово, понятно, удобно перемещаться. Также один из вариантов — это база знаний сайта одной украинской кампании по тестированию. Тоже можно наблюдать список тем. Там подсвечена глобальная тема, например, основы, либо виды тестирования. И текстовые материалы на тему. Примеров еще много в сети, можно найти, но это просто как вариант, как может база знаний выглядеть. И возникает, наверное, все-таки вопрос, а есть ли вообще жизнь без базы знаний или без базы знаний уже и жизни никакой нет? На самом деле, жизнь естественная есть. Давайте поговорим о том, какие вообще есть альтернативы у базы знаний. Это, да, такая основная альтернатива, устное народное творчество, оно такое. На самом деле, мы говорим все-таки про какие-то чуть более задокументированные альтернативы. Чаще всего это какая-то минимальная страница с информацией, с какими-то минимальными ссылками и примерной предметной областью у проекта в багтрекере, либо сам багтрекер, в который выкладываются какие-то документы по мере разработки. Это, условно говоря, относящиеся к фольклору, когда у нас базой знаний является не какой-то объект в информационной структуре, а конкретный человек, либо несколько этих человеков. Это могут быть какие-то чаты, это могут быть ленты с сообщениями. В какой-то степени это живое общение, чаще всего это все-таки общение один на один, а не более групповое. Ну и то, что можно рассматривать как альтернативу базе знаний, это какие-то файлы со ссылками. На самом деле, мы когда говорили про то, на какой платформе вообще база знаний может строиться, мы говорили в том числе о вариантах, когда база знаний является этим самым файлом со ссылками, поэтому с одной стороны это альтернатива, с другой стороны это один из вариантов реализации. Да, также может быть какая-то чужая либо внешняя база знаний. Те примеры, которые мы рассмотрели, это как одни из вариантов. Ну, почему нет? Окей, вот мы рассмотрели какие-то альтернативы, но часто бывает, что альтернативы это лишь временное решение, и потом волевым усилием команда либо руководители решают. Да, пора, нам кажется, создать свою базу знаний, надо как-то структурировать информацию. Но это просто так не делается, нельзя просто щелкнуть пальцами и получить базу знаний. Нужен какой-то волшебный пендель. Что может быть этим волшебным пенделем? Также это лайфхак для того, что можно использовать в качестве аргумента, если вы чувствуете, что очень нужна база знаний, а руководство не прислушивается. Во-первых, понять, что происходит, или объяснить другим. Когда вы понимаете, что информации становится слишком много, и она уже не укладывается в голову даже человека, базы знаний, условного лида, это явный признак того, что пора выносить это куда-то на бумагу. Также, как я уже говорила, когда нужно объяснять какие-то вещи новым людям, приходящим в компанию, дабы избежать этой дельты и случайных моментов, когда одному человеку одно рассказали, а другому забыли, это совершенно точно красный звоночек, что пора создавать базу знаний. Также, если необходимо курировать джуниор-тестировщиков, чем это отличается от адаптации новых людей в компании, тем, что это происходит на протяжении времени, и, соответственно, объем информации несоразмерно больше, чем просто знания, которые нужно получить на входе. Также, если в компании есть потребность унифицировать план развития, тут я написала их, но на самом деле это может быть план развития не только джуниоров, нам всем нужно какое-то развитие вне зависимости от грейда, согласитесь. Также, если сотрудники очень-очень хотят делиться найденной информацией, собственно, одна из причин, почему база знаний появилась именно в нашей компании, потому что рвалось просто столько классных ссылок, столько классных блогов, источников, надо же это всем рассказать. И просто, ну, ходите, не хотите ли вы поговорить о блоге Алексея Виноградова, как-то не очень, а вот в базу знаний это поместить уже более серьезно. И больше вероятность, что люди это найдут действительно и зайдут по ссылке. Также, если приходится формировать отдел с нуля, то база знаний — это возможность ввести какие-то корпоративные стандарты, какие-то письменные договоренности, которые будут сразу даны и которые, соответственно, будут более эффективно соблюдаться в таком случае. Также, если есть желание копить опыт и за счет этого улучшать процессы QA, ну, или любые процессы, QA здесь только потому, что мы QA написано, то это тоже пензель для того, чтобы делать базу знаний, потому что, как мы рассмотрели раньше, унификация позволяет оглянуться на то, какой опыт есть о деле и какого опыта не хватает. Также это может быть необходимость вводить новеньких в проекты. Ну, то есть мы проговорили про введение в компанию, а введение в проект — это как один из подвидов, пожалуй. Вот. То есть все это вполне можно использовать в качестве аргументов для себя или для другого, почему базу знаний нужно создать. Окей, поняли зачем? Как же начать? С чего начать? Как ни странно, в тот момент, когда мы понимаем, что база знаний нам все-таки нужна, нам нужно начать с того, что составить какой-то план. И самым первым пунктом у нас будет определение той аудитории, ради которой мы как раз-таки эту базу и создаем. То есть нам нужно понять, кто, собственно, будет этой базой знаний пользоваться, будут это все сотрудники компании, будут это только тестировщики, будут это те люди, которые только-только пришли в компанию, либо вообще все. После этого, после того, как мы поняли, кто будет пользоваться этой базой знаний, нужно как раз понять, что, собственно, мы туда будем складывать, какую именно информацию, в каком объеме, насколько детально. после этого, как раз нам необходимо понять, в какие вообще сроки мы хотим эту базу знаний получить в насколько-то наполненном виде. Это может быть не окончательно наполненная база знаний, которая не будет меняться никогда. Сами понимаете, все равно у нас внутри, в компаниях, прогресс на месте не стоит, и какие-то изменения происходят. Все эти изменения все равно так или иначе находят отражение в той информации, которую мы заносим. Но хотя бы какой-то минимальный объем, который мы уже сможем нашей целевой аудитории в качестве MVB предоставить. Дальше мы решаем уже какие-то такие более некритичные и гибкие вещи, вроде того, на какой платформе мы это будем делать, какие инструменты будем использовать и так далее. И последнее здесь, но не последнее по значению, кто будет базу знаний поддерживать и актуализировать. Это очень важно. Это вот прям подчеркнуть ярко-желтым там жирным шрифтом, потому что если информацию не актуализировать, не обновлять и хотя бы не ревьюить, то она будет очень быстро устаревать. Ну, пример, например, есть в базе знаний какая-то информация про Selenium WebDriver. А между тем уже вот недавно обозначили релиз Selenium 4.0. Если в базе знаний еще полгода не обновлять информацию на этот счет, то она будет устаревшей, никому не нужной и проще людям будет обратиться к каким-то другим источникам, на хабр залезть, а не посмотреть это во внутрикорпоративных местах. Окей, мы посмотрели примеры базы знаний в готовом виде. Давайте разберем парочку примеров того, как это может быть реализовано в плане процессов. Ну, например, в нашей компании. Мы поняли, что нам нужна база знаний для всех тестировщиков. Как я уже упомянула, потому что была инициатива, очень хотелось делить знаниями, потому что достаточно много было инструментов, которыми все пользуются. Одно одни знают, другие не знают. В общем, нужно унифицировать знания. Мы решили включить туда в первую очередь базовые знания. То есть, как включиться в работу на проекте, что мы ожидаем от тестировщиков, какие инструменты можно использовать. То есть, у нас аутсорсная компания, все зависит от проекта, на котором ты работаешь, и тестировщик, он с некоторым карт-бланшем туда входит, может сам выбрать себе какую-то тулзу для работы. Где искать новую информацию, какие-то более технические детали, типа, как настроить фидлер, потому что там фидлер для мобильных тестировщиков. Вот прям must have. Также мы туда включили тренинги. Это некоторые детальные описания того, типа, с чего мы начинаем, к чему мы должны прийти, с шагами прохождения и с какими-то заданиями, которые потом будет проверять ментор. И прочие интересности, всякие чит-листы, раздел об автоматизированном тестировании, там теоретическая часть, часть описывающая какой-то инструментарий и так далее. Ну, то есть, это можно продолжать бесконечно, обновляется она до сих пор. Мой пример чуть-чуть о другом, он не о тестировщиках конкретно, он скорее о проектной команде, когда нам необходимо было для проекта, точнее, для всего департамента, в котором было несколько проектов, для всех вновь пришедших какую-то информацию давать на вход. Собственно, в первую очередь мы добавили туда информацию о том, какие вообще проекты есть в компании, о том, кто вообще есть кто внутри департамента, о том, какие инструменты можно и нельзя использовать, поскольку у нас были определенные ограничения, и, например, скриншоты в облака выкладывать мы не имели права. Мы добавили информацию о том, где искать информацию по проектам, конкретные ссылки на конкретные документы. Добавили ссылки на те регламенты, которые были внутри. И дальше уже детализировали информацию именно по проектам. Самое сложное в этом было обновлять периодически эту информацию, поскольку на это, естественно, времени их было очень мало. Кликер чуть-чуть заглючил, поэтому вы увидели спойлер к следующему, о чем мы будем говорить. Что может пойти не так, когда у нас все определено, есть план, есть инструменты, вот все прям продумали, но сложности все равно бывают. Какие сложности были конкретно из наших примеров на пути? Во-первых, большая ответственность. База знаний — это не просто какой-то сборник ссылок. Если мы тогда включаем часть, которую пишем самостоятельно, то мы передаем какую-то новую информацию новым людям и несем за это ответственность. Как-то тревожно брать на себя такое большое обязательство. Во-вторых, как проверить, что информация достоверна или недостоверна? Вот мы прочитали статью на Хабри, решили по ее итогам что-то у себя написать, насколько это вообще правда. Также, достаточно ли компетенции для этой задачи у того, кто составляет базу знаний? Окей, ладно, если это человек, который много лет работает, уже все знает на зубок проверенный, а если кто-то из относительно недавно работающих людей решил подключиться, не обрубать же его инициативу на корню, только потому что он проработал еще условно не так долго. Кроме того, надо как-то популяризировать инструмент. Все привыкли гуглить, все привыкли смотреть по каким-то у себя сохраненным ссылкам, а что делать так, чтобы это в команде распространилось? И, наконец, кто будет актуализировать, тоже не всегда понятно, потому что это занятие больше добровольное. Как эти проблемы были решены? Ну, первая проблема — это именно страх ошибки. Нам надо было просто договориться о том, что каждый из нас имеет право на эту ошибку. Дальше мы договорились о том, что вся информация, которая добавляется в базу знаний, она добавляется, но вся эта информация перепроверяется дополнительно, поскольку иначе мы не можем говорить о том, что эта информация точно является достоверной внутри именно нашей компании. По поводу недостатка компетенции вопрос, конечно, актуальный, но здесь есть, по сути, три выхода. Первый выход — это просто взять и разобраться с темой, погрузиться в нее, выделить время. Но вот, да, ключевое слово — выделить время. Не у всех оно есть. Второй вариант — оставить до момента, когда тема будет понятна. То есть если мы знаем, что мы сейчас не умеем тестировать API, про это нужно написать тему, но там по завершении проекта через три месяца, где нам придется по-любому тестировать API, мы сможем это делать, то можно просто отложить. Вот тогда у меня будет практический опыт, и я смогу про это рассказать. И третий вариант — это просто делегировать кому-то, кто более компетентен в той или иной теме. Это, наверное, уже больше прерогатива лидов, потому что когда человек занимается организацией, он не всегда успевает разбираться в каких-то технологических аспектах и может поручить это кому-то из своих подопечных. Как ни странно, самый, наверное, сложный пункт — это следовать именно тому курсу, который вы выбрали. То есть если вы решили сделать базу внутри своего отдела либо внутри компании, то нужно напоминать об этом вашим сотрудникам регулярно. И в тот момент, когда ту информацию, которую можно найти внутри, они начинают искать снаружи, либо начинают спрашивать в чатах, нужно не соглашаться на то, что они идут наружу эту информацию получать, а нужно в первую очередь напоминать им о том, что есть база знаний внутри, и эта информация есть внутри в этой базе знаний. Ну и, наконец, последний вопрос актуализации — это найти активистов. Ну, то есть тут нет какого-то универсального решения, это всегда тоже достаточно сложная задача, но если чуть-чуть присмотреться, то наверняка можно найти тех, кто, например, очень устал от каких-то рутинных задач и готов разнообразить, либо там просто ему не терпится поделиться знаниями. Ну, и тут, наверное, нужны какие-то бонусы, то есть либо там дополнительное поощрение, либо, может, какие-нибудь плюшки от компании типа фирменной толстовки или мерча. Ну, все любят это вроде как и не сильно материальное и приятное. Ну, и выделить под это дело отдельную задачу, чтобы она была не просто поправить в базе знаний, а чтобы это была какая-то конкретная, структурированная, выделенная, там отдельно обозначенная тема. Окей. Давайте напоследок мы расскажем про то, какие можно применить лайфхаки, основанные на личном опыте для того, чтобы создание базы знаний было более приятным и легким. Во-первых, просто помните о том, что база знаний идеальной не будет никогда. С этим надо смириться. Внутри нас всех живут идеалисты, но это действительно тот факт, который нам необходимо принять. Без этого будет очень тяжело наполнять эту базу знаний и отдавать ее наружу. Кроме этого, нужно выработать привычку и у себя, и у тех, с кем вы работаете, о том, что в тот момент, когда в проекте что-то произошло, либо когда человек закончил задачу, которая не является типовой, нужно пойти и эту информацию добавить в базу знаний. Окей. Также нужно помнить, что вам не обязательно делать свою базу супероригинальной, неповторимой, уникальной. Можно и нужно ориентироваться на уже существующие базы знаний, можно тащить себе из них лучшее, не забывая добавлять копирайт и структурировать это дело под себя. Также, как я уже упомянула, актуализация должна быть отдельной задачей, она должна быть обязательно, ну, как минимум, не бесплатной, но с плюшками тоже нужно не перегнуть, потому что если по каким-то причинам это сделать, и там обозначить актуализацию, базу знаний, как в трое неоплачиваемое время, что-нибудь такое, то есть некоторый риск, что люди будут просто добавлять какую-то информацию, ну, ради добавления информации. Вот, как бы, чтобы этого избежать, нужно здесь соблюдать определенные границы. Да, и также актуализация требует времени, и надо это планировать заранее. Это обычно не спонтанное что-то. Ну, и, наверное, самый странный лайфхак, но действительно с базой знаний самое важное — это просто начать ее делать и отдать ее наружу, потому что в тот момент, когда вы отдаете базу знаний кому-то еще, и кто-то еще имеет к ней доступ, ровно в этот момент ей начинают пользоваться. Большое спасибо за внимание. Здесь есть наши контакты, если вы захотите обсудить сегодняшнюю тему как-то более детально, высказать какие-то вопросы, пожелания, комментарии и так далее. А теперь мы с радостью ответим на вопросы, которые у вас есть сейчас. Я бы сказала, что вот это как раз тот случай, когда можно использовать ссылки. Вы в базу знаний просто добавляете ссылки на те места, в которых у вас расположены те документы, которые вам нужны. Если вам пойдет проект, например, еще лепестерошек, потому что надо побольше тестироваться, вы скажете, ему не иди там вот этот тест-трекер, да? А один конкурс, там есть ссылка. Не совсем. Я ему скажу, вот смотри, у нас есть база знаний. В базе знаний есть информация о том проекте, на который ты попал. Внутри есть ссылки на конкретные вполне разделы. Разница только в том, что эти разделы будут находиться не в том же месте, где сама база знаний. Я бы еще добавила, что, наверное, стоит избегать дублирования, потому что если одна и та же информация расположена в двух разделах, ее обновляют разные люди, то рано или поздно это превратится в письмо дяди Федора, где там уши, хвост, лапы, вот это все. То есть, ну да, как моя коллега заметила, ссылки. Да, конкретно в нашей компании это реализовано, ну то есть у нас приходят новые люди, есть какие-то регламенты, которым они просто следуют, ну то есть, например, где можно найти какую-то информацию, что можно делать в первые дни и так далее. А есть какие-то теоретические материалы. И обычно люди, когда приходят, они с большим энтузиазмом подходят к тому, чтобы это просмотреть, дать какие-то комментарии. Во-первых, это легкий вход, в принципе, в задачи, ну типа как ревью документации. А во-вторых, это свежий, незатуманенный взгляд. Ну а в целом я понимаю, что это немножко специфическая ситуация, я еще не продумывала, как можно придумать агитацию для равномерного, постоянного обновления базы знаний, но в целом у нас это ответственность либо руководителя, либо тех, кто попросил. Ну, к счастью, такие люди часто находятся, почти постоянно. А в таком случае, ну так называемое, в онлайн-курсах сейчас peer-to-peer review, то есть когда человек написал какую-то тему, он об этом сообщает в общий чат, типа, ребят, смотрите, я там добавил или обновил такой-то раздел, и хотя бы из любопытства кто-нибудь да посмотрит. Ну и разумеется, я как лид тоже это дело вычитываю, но стараюсь как-то помочь. Плюс у нас база знаний, она для тестировщиков, но она открытая для других сотрудников компании. И так как довольно многие интересуются, ой, типа тестировщики, а чего вы делаете, чего кого, они тоже заходят, смотрят. И это, кстати, неплохой показатель. То есть если человек, который не имеет отношения к тестированию, зашел, прочитал и вынес из этого что-то, понял, то, значит, скорее всего, это написано понятным и классным языком. Ну, не говоря про какие-то супер углубления в технологии. Значит, такой вопрос. Вот мы, положим, да, решили-то наконец-то завести базу знаний, например, в теории отделе. Мы начали писать, добавляя туда полезную информацию касательно нашей работе, о том, с теории, всего чего угодно. Вот, но вначале сообщите, примерно, весь департамент, еще на что-то сказать, что, смотрите, мы тут решили начать, но там пока пусто. Выглядит, ну, необоснованно. Как вы почувствуете тот самый момент, когда у нас достаточно материал, который можно передавать другим людям, разработчикам, командам и так далее. Последний лайфхак, помните? Верните, пожалуйста, к нему. Вам надо просто начать и отдать. Да, это будет почти пустая база знаний. Но вы, когда будете давать информацию об этом своим коллегам, вы скажете им, ребята, мы начали собирать информацию внутри. Да. Это работает еще немножко, как, знаете, там с понедельника начинаю бегать, когда ты рассказал об этом всем друзьям, тоже как-то стыдно не начать. Да, пожалуйста. Конкретно на примере нашей компании, у нас аутсорсная компания, и разные люди находятся на разных проектах. То есть если человек на проекте, и он полностью загружен, то есть у него в спринте просто нет времени на то, чтобы отвлечься, то, скорее всего, он не будет брать эту задачу, потому что она опциональная. Ну, если только у него нет там какого-то большого желания дополнительно что-то рассказать. Вот. Ну, а так, в целом, да, под это дело есть отдельная задача в трекере задач. То есть человек может прям туда в свое время затрекать. Это согласуется все с руководителем отдела, ну, и как бы спокойно обсуждается, да. Да, боюсь, что у нас подошло время, поэтому мы с радостью ответим на какие-то еще вопросы и поучаствуем в обсуждениях в коридоре около секции Баркэмпа. Большое спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...